Мы начали выпуск информации о рукопашной схватке в день 8 марта. Рукопашный и закончим. Только здесь уже все было в рамках правил и по закону. В женский праздник новгородские юноши и девушки отважно мутузили друг друга на открытом первенстве Великого Новгорода по армейскому рукопашному бою. Армейский рукопашный бой – довольно агрессивный вид спорта. Здесь не только бьют руками, ногами и головой, но и применяют болевые захваты. Смотреть на то, как агрессивно сражаются участники, захватывает не на шутку. Особенно, когда знаешь, что все это подростки. Ирина Шарафеева приехала из Боровичей. Для нее это лишь дебютное соревнование и уже первое место в весовой категории до 50 килограммов. Глядя на то, как яростно она сражалась, сложно поверить в то, что под этим шлемом будет настолько миловидная девочка. Что ты чувствуешь по поводу того, что сегодня 8 марта, казалось бы, сегодня ты должна получать подарки, а ты здесь бьешь других девушек. Ну, мы с девочками уже познакомились, они все очень классные. А подарки я получила от своих друзей по команде. И их поздравления были самыми теплыми. А в дальнейшем, как думаешь, в этом виде спорта совершенствоваться или сменишь его? Я думаю, что я буду им продолжать заниматься, так как я собираюсь поступать в военное. Армейский рукопашный там приветствует. В соревновании, несмотря на праздничную дату, приняло участие более 140 спортсменов. В основном из Новгородской области, но были и гости из республики Коми. Часто ездишь на соревнования подобные? Да. Уже занимаю 7 медалей и один кубок небольшой. Как ты свои силы расцениваешь на победу? Ну, два. Большинство спортсменов занимаются именно армейским рукопашным боем на вырост, с ранних лет подготавливая себя к будущей профессии. Дело в том, что армейский рукопашный бой был создан именно в войсках. Ребята, которые занимаются армейским рукопашным боем, как правило, у нас большинство, наверное, процентов 60. Потом уходят в военные вузы различные, начиная от Федеральной службы безопасности, Министерства обороны, Федеральной службы УФСИНа, в различные структуры. В соревновании принимали участие юноши и девушки от 8 до 15 лет. Но были и вне рейтинговые бои для совсем еще новичков, которые только знакомятся с этим видом спорта, хотят испытать себя и почувствовать адреналин. Артем Забралин, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.